Поиски чистой питьевой воды весьма актуальны и сегодня. А как это делали раньше? Вот еще одна история. Первые свидетельства целенаправленного строительства водопровода, ванных комнат, туалетов, канализации относятся к минойской эпохе бронзового века. Это второе тысячелетие до нашей эры. Опыт человечества с самого начала свидетельствует о важности и безопасности подземных вод, как источника воды, особенно родников и колодцев. То, как было организовано водоснабжение и канализация, имело важное значение почти для всех цивилизаций, так как это связано со здоровьем человека. Представления о чистой воде и способах ее очищения были тесно связаны с общим, ну в общем-то научным уровнем общества. Алкмион Кротонский, живший около 470 года до нашей эры, был первым греческим врачом, заявившим, что качество воды может влиять на здоровье людей. А трактат Гиппократа о водах, воздухе и местностях того же времени посвящен различным источникам, качеству воды и ее влиянию на здоровье человека. Известный римский архитектор Ветровий в конце первого века до нашей эры писал, что при выборе места для строительства города следует избегать болотистых местностей. А римский писатель Плиний Старший в первом веке уже нашей эры сделал в своих работах длинный раздел, посвященный различным мнениям о том, какая вода является лучшей. Древние греки и римляне прекрасно осознавали опасность воды, поступающей с холмов и гор, где практиковалась добыча полезных ископаемых. Из письменных источников и археологических раскопок известно, что греки и римляне использовали разные методы очищения воды и строили отстойники, сито, фильтры, а также кипятили воду. С историей воды тесно связана и история медицины. Древние греческие и римские врачи описывали различные виды кишечных забоеваний из-за употребления грязной воды. Есть версия, что дизентерия и инфекции, передающиеся через воду, были одними из основных причин смерти в античное время. Болезнетворные микроорганизмы, передающиеся через загрязненную воду, представляли очень серьезную опасность для здоровья земледельцев. В античном мире обеспечение людей чистой водой стало необходимым условием успешной урбанизации и становления государства. Римская цивилизация известна своим водопроводам, а также фонтанами, акведуками, термами. Вода влияла на социальную иерархию общества. Например, частота водоснабжения в Древнем Риме заметно различалась в зависимости от социального статуса людей. В богатых домах была водопроводная вода, свои ванны, туалеты. Беднякам приходилось брать воду из общественных фонтанов, пользоваться общественными туалетами и банями. Разное качество воды привело к разному состоянию здоровья у богатых и бедных людей. Водоснабжение и канализация также были необходимы и для военных нужд Римской империи. Римляне стремились получить достаточное количество питьевой воды для своих гарнизонов. Кроме того, военные операции планировались в зависимости от наличия поблизости воды. Таким образом, важность чистой воды, гигиены, санитарных условий в городах осознавали еще в эпоху Древней Греции и Рима. Именно греки и римляне заложили основу современного водопровода и водной инфраструктуры городов.